Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Темы дня» в студии Ирина Чекунова, а в гостях у меня представители музыкального рок-сообщества. Итак, прошу любить и жаловать Алексей Железнов, директор Дома культуры Сахарова, или Дворец культуры? Дом. Дом культуры Сахарова. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Владимир Демидов, Тверской музыкальный эксперт. Здравствуйте. Здравствуйте. И еще Владимир Доронкин, представитель музыкальной площадки «Арт-Чердак» и фестиваля «Рок-ополчение». Володь, правильно сказала, да? Да, все так и есть. Сегодня говорим о прекрасном, о рок-музыке. Даже, может быть, для некоторых это направление музыки не есть прекрасное, но почему бы нет? Мы же читаем не только классическую литературу, ну и детективы, мелодрамы и прочее, так и в музыке, да? Но рок-музыку многие уже говорят, что становится все ближе и ближе к классике, конечно. Классике, но тем более, если брать вот с чего она начиналась, как бы то, мы иначе как классика это тоже не называем, да? А говорить будем о рок-фестивале, который пройдет у нас в Твери. И фестиваль называется, когда вот первый раз услышала это название, оно называется фестивальный название «Сахарок». И когда вот я прочитала, почему-то мне вот на «Сахарок», это, наверное, Сахайкутия, недалеко. Оказывается, нет. Нет, все ближе, все гораздо ближе. Это у нас ДК, тот самый Дом культуры Сахарова. Когда начинается, когда стартует и когда мы, в общем, давайте все поговорим, от кого принимаются заявки, когда заканчивается, что называется, прием. Итак, на какое число намечен фестиваль? Первое июня, День защиты детей. Отлично. Начался фестиваль еще в прошлом году. В прошлом году он у нас уже проходил как таковой, то есть мы уже еще в прошлом году это все затеяли, но звезды сошлись таким образом, что как-то внезапно у всех возникла мысль, и у всех здесь присутствующих и отсутствующих, к сожалению, что образовался некий провал, связь между поколениями где-то лет в семь. А то и в десять. А то и в десять, да. В смысле провал это когда никого не собирали, не было? Нет, нет преемственности в том-то и дело, что есть отдельные какие-то ячейки пенсионеров, которые занимаются там своей музыкой, есть молодежь, которая не перенимает ничего у старших, потому что нет просто связующего звена между ними. И потребовалось каким-то образом все это связать, мы решили возобновить эту связь каким-то образом, и, соответственно, как-то все совпало, Алексею потребовалось мероприятие, нам потребовалась площадка, аппаратура, и мы как-то все вместе совпали, соговорились, и почему бы и нет, не возродить традиции старой доброй, еще заложенной Владимиром Васильевичем нашим Филипповым, как он проводил, кто кручил, рок-осень, рок-прорыв, вот эти все большие дела, то есть как бы площадка большой сцены, и вот тогда вот как раз там все это... То есть предоставить тем, кто только первые шаги делает, возможность выступить на большой сцене. Первые шаги, это момент принципиальный? Только молодежь? Ну, до 30 лет. До 30 лет, ну вот 30 лет, это да, молодые. И причем суммарно арифметический возраст, то есть могут быть и старшие товарищи, кто-то в помощь участвует, да, Но, в общем... Основа все равно должна быть, это молодые люди. Потому что что мы посмотрели? Есть в городе площадки, где выступают группы, где приезжают и звезды. А площадки, где молодым коллективом, именно ребятам можно выйти, попробовать сцену, ударить в барабан и поиграть на нормальной аппаратуре, такого... Почувствовать публику зала. Почувствовать публику зала. Это же льда, это вопрос принципиальный, правильно? А то сидеть там у себя в четырех стенах на репетиционной базе, да, где-то в гараже. Сами для себя играть, да. Раньше, раньше, действительно, ДК «Химволотно» устраивало вот такие фестивали. И вот я был участником, когда мне было там 14-15 лет. Принимал участие, впервые вышел на большую сцену, получил этот драйв эмоций и остался на ней, в принципе, до сих пор. Опять же, да, и откуда про тебя в городе и узнает остальная публика? То есть тебя где-то надо засветиться. Где ты наработаешь публику, где-то заработаешь какую-то популярность, если ты нигде не засветился, и тебе никто не дает. То есть решили как бы из этого порочного круга выйти, предоставить право первой площадке, так сказать. А вот зацветиться. У нас в своей бытности, вот когда я занималась рок-музыкой, у нас была возможность, у нас еще на кассетах такая музыка была. Вот как-то подпольно записывались. Помните тогда вы, в конце альбомов, вот «Моя любимая гражданская оборона», она тоже выходила еще на кассетах, вот все тряслись, да, доставали. Сейчас они наверняка тоже сейчас же информационные возможности побогаче. Сейчас вся сложность в чем? Опять-таки, вот это был один из моментов, который нас объединил. Сейчас очень, прошу прощения, ущербен именно как раз вот этот рок-музыкальный коллектив, наша общность в том, что преимущество у нас сейчас своих вещей практически никто не пишет. Очень мало авторской музыки. Перепевают? Кавер-мерсии, трибьюты, вот просто в поток можно десяток команд назвать, которых перепевают, они пытаются ничего сделать самостоятельно. Либо самостоятельно, но под таким плотным влиянием всего того, что было придумано уже лет 15-20 назад, а то и дальше. Не пытаются ничего сделать. Ну, и опять же, возвращаясь там к тверской сцене. В 2000-х, когда вот вторая волна рок-музыки достаточно на подъеме была, тверская сцена сформировала там больше десятка коллективов, которые были известны за пределами Твери. То есть, река, Пахапау, Археоптерикс и тяжелые направления, и Бладдрейн. Насморк, Барракуда. Насморк, Барракуда. Ребята, да, с области, с Волочка выступали на больших фестивалях. Писали авторские песни. Писали песни, причем ребятам было там по 18-17 лет. Жигачев, наверное, все нормально написал, когда им было там лет 17, да. То есть, это действительно, когда у молодежи еще, они не загружены, не замылены, не загружены, когда у них... Нет, у них есть база, которую они впитывали, да, но делали свое. Без базы нам никуда, все равно на чем-то надо учиться. Но делали свое. Вот. И, соответственно, мы за то, что ребята писали свои песни, имели возможность выступить, и творчески развивались. Значит, мы вот так вот пальцы начинаем загибать. Это молодые, суммарный возраст, не больше 30-ти. Это авторские песни. Да, исключительно. Авторские песни. Мне понравилось, где-то я слышала с вами интервью, вы сказали, это живая музыка, да, музыка настоящих людей, и каких-то киберов, да? Да, да. И третий момент, как раз, да, к этому, опять же, склоняемся, к тому, что, вот опять же, вы сейчас задели, да, самостоятельно писать. Очень много групп, вот это, сам себе, One Man Project, да, сам себе интересен, группа одного человека. А, ну да, и больше ничего не интересует. То есть я один, я сам себе написал, хлоп, вот. И это уже генерал. И я уже заложил, и все, и зачем. Да. И забыли, что есть такая группа, что группа – это живой организм, это органика, это атмосферность, это, ну, полностью концептуальное выступление, да, целая группа, это целый шоу. Все это забыли, просто, как бы, вернуть вот это. Мы почему и, скажем так, на первоначальном этапе запрещаем у себя в фестивале участвовать группам, у которых участвует подложка какая-либо. То есть прописан как-то дабл-треком, какой-то еще инструмент. Живое исполнение, опять же, это взаимодействие людей, с чем столкнулись. Да, есть выдающийся исполнитель, но один. Это вот вы на прежнем фестивале, да? Ну, вот первый, да, первый, прошлогодний, да. Ну, фестиваль, он запустился, он и идет, а просто 1 июня будет концерт, как отчетный концерт, назовем это так. Да, да, да. Фестиваль-то, он и сейчас идет, идет прием заявок. Прием заявок, ожидаете много групп вот так вот, на вскидку, еще, конечно, времени много? Ну, сейчас уже 13 заявок, 14 заявок уже, причем, хочу обратить внимание, что в прошлом году мы делали Тверь-Тверская область, в этом году расширили географию. У нас других регионов? У нас уже Калуга, у нас уже Псков, у нас уже Питер, у нас уже, да, Подмосковье есть команда. Это здорово. А, кстати, в соседних регионах делается что-нибудь подобное? Нет. Нет? То есть провисает, как вы говорите, по всей стране? Ушло нашествие, как крупный фестиваль, там тоже была возможность выступить. Ну, это нашествие, уважаемые друзья, но мне кажется, они каждый, мягко говоря, туда проводят. Нет, ну, стереолета, там, мята, но все равно это крупные фестивали. Ну, да, да, да. А маленьких фестивалей, ну, вот индюшата были, не знаю. Индюшата я была, да, в своей бытной смысле. К сожалению, вот как они сейчас существуют, там Кушнир продвигает, не продвигает. Он занимается сейчас? Я думаю, ну, он занимается, просто вопрос, как, насколько у него это, вот, получается, именно продвигает. И он у нас проводил индюшата здесь, и, собственно говоря, традиции-то и не есть. Но вот именно таких фестивалей, где можно было бы бесплатно... Ключевое слово. Да, выступить молодым музыкантам, не платя ничего ни за выступление, ни за участие, только на своем таланте. Это дорогого стоит, и мы хотим, чтобы вот это все продвигалось. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом вновь вернемся в студию. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире, в студии Ирина Чекунова. В гостях у меня музыканты, организаторы будущего Тверского рок-фестиваля, который называется Сахарок. Сахарок пройдет второй раз, вот насколько я поняла, да. Это пройдет на сцене Дома культуры Сахарова. Итак, молодые музыканты, живой звук. Как правило, сколько... Вот в прошлом году сколько продлился фестиваль? Это день? Это вот какой-то... День, это практически день. Это же потому, что если вы говорите пока 13-14 команд, то будет еще больше. Ну, выступали не все, мы сделали отбор. И выступали те, которые прошли отбор, 6 команд в прошлом году выступало. 6 команд и день. Там ограничено количество песен. Да, ограничено. Как бы ко всему прочему, мы учим из одной дисциплины поведение на сцене, как бы оно должно быть, это присутствует. То есть соблюдение таймингов, соблюдение регламентов. Как ребята вышли, подключились, сыграли, ушли. Что еще проводили, например, с ребятами? Проводили мастер-классы. То есть какое-то предварительное было, хотели рассказать на своем опыте, как группе лучше подключаться, как выходить на сцену, как быстро чекнуться. Ведь это важные моменты. Это очень важные моменты, которые... Самый важный, очень немаловажный момент, что действительно, те, кто хотел получить, ребята, это было видно по результатам, те, кто хотел и появлялся на сцену. На выступлении они это показали. Для кого-то даже элементарно, вот он на отборочнике, на нашем условном, он там что-то еле ковырялся в гитаре. И Слава Мельников, там, и спортера, он провел им мастер-класс, объяснил, как бы взять медиатора правильно в руки, хлоп, ребята уже по-другому заиграли. А вообще на чем учиться сейчас от нынешнего поколения? Ну вот ладно, нам повезло, мы застали время кулакончиков. Тогда все было в первый раз, и тогда такой сразу уровень, да? А сейчас-то на чем? Ютуб. Да? Да, в основном, да. Что основа, что является азбукой? Я думаю, что кто что примет, то есть кто что для себя найдет. Многие как раз не начинают с азбуки, а начинают сразу книжки брать, произведения, просто сразу звезды уже становятся. Очень сейчас очень проблемно такое, я все время смеюсь над этим, но по факту так и есть. Ребята берутся сразу, вот все, мы группа, они придумывают название, рисуют мерч, записывают каким-то образом альбом, а потом только начинают репетировать, благодаря современным технологиям. Да, вот собраться, довести до химии, сыграться, это как-то вот отсутствует. Причем это не панк-группы, которые специально, да, не умеют играть, да? А это же... Не, ну хороший панк, согласитесь, это высокая искусственность. И хорошо не уметь играть, это тоже надо сыграть. Да, но ребята же это не понимают или не хотят понимать. Они просто думают, что мы сейчас что-то сыграем, и это уже будет здорово, круто. Ну да, и все обалдеют. Да, а никто не обалдевает. Кстати, в том году была хорошая идея наставничества. Не все, правда, группы это приняли, но вот из старших, так сказать, музыкантов, более опытных, прикреплялись к группам, и они ходили к ним на репетиции, что-то подсказывали. Ну вот сейчас вот между фестивалями, вот это вот было вот сейчас, вот перед этим фестивалем, то есть наставничество оно сохранилось? Еще пока будет. Пока еще будет, еще впереди. Вот сейчас отборы, ну прием заявок, и после этого уже будем предлагать ребятам, если им требуется какая-то помощь, поддержка, то они могут выбрать себе наставника, и он, соответственно, проработает до самого выступления. Мы предлагаем ребятам, что те, кому надо, мы можем предоставить возможность и по музыкальным инструментам, и по имиджу, и по технике. То есть любые консультации бесплатно мы предоставляем. И опять же тут вопрос какой, то есть мы не приходим, да, допустим, если я вот был там у ребят на странке, я не приходил, не ставил, не воворачивал пальцы, как надо держать, ничего не объяснял. Это как будто вот так надо играть. Да, да, да. Игла у него оклада. Кому надо, тот подойдется, сам спросит, что ему надо именно, который с пониманием, что у меня не так, они обращаются, спрашивают. То есть я ввел, допустим, одних ребят, ко мне подходили другие, и те другие от меня взяли больше, допустим, что хотели получить, потому что они понимали, чего они хотят. А вообще-то лозунг учиться и учиться никто не отменял. Это же основа, да? Сейчас вообще в нашем быстром мире непрерывное образование, оно полезно и нужно. Нет, а потом, не секрет, да, раньше как все это происходило? Собиралась группа, ходили друг к другу на репетиции, ходили к другу другу на концерты. Квартирники обязательно. Квартирники, что-то подсказывали, что-то советовали. Плюс я о преемственности не просто так говорил, я эту теорию давно все озвучивал, как это все у нас происходило. Я вышел на сцену, я взял гитару, прынк-прынк, выхожу, на старших смотрю, старшие на меня пальцы натыкают, смеются, хихикают, дают подзатыльник, но между делом объясняют, что зачем. Я начинаю уже играть получше, выгребаю, старшие смотрят на меня, ага, нам уже дышат спины, начинают поднимать свой уровень. А у меня за спиной уже молодежь, которая на меня, развинув рот, смотрит. Я уже тоже, соответственно, им показываю свой уровень, поднимаю, поразвиваюсь. А сейчас вот этот провал случился, и вот эта пустота. То есть молодые выступают сами для себя, не имея, скажем так, возможности посмотреть, как это происходит. Ну вот вы сейчас вот здесь вот в студии, три человека, у вас вот такой вот, что называется, костяк, который хоть флаг в руки называется, и вперед за собой молодежь. Еще есть вот сколько человек, которые представляют собой организатор? Ну, сейчас у нас пять человек, шесть человек в руки. Шесть человек в руки. Это вот основа вот этого фестиваля. Сразу про то, что вот, допустим, про судей чуть попозже, пока. Главный приз какой? Ради чего будет Владимир? Владимир? Главный приз для молодых команд, это попадание на фестиваль рок-ополчения, который пройдет этим летом. Следом, да? Следом. Это уже более масштабный фестиваль, то есть это не в ДК, это open air, где будет выступать около 40 команд, где будут хедлайнеры, где команда из Питера, из Пскова, из Москвы, из Твери будут выступать. И, соответственно, для молодых команд, я думаю, что это очень хороший стимул. Да, это стимул, это не куб. Нельзя не добавить, Ирина, просто в прошлом году рок-ополчение не состоялось, но группа, победившая на Сахарке прошлый год, совершенно спокойно, в этом уровне нашего маленького фестиваля, группа, победившая в прошлом году на фестивале Сахарок, в этом году через отборочный тур абсолютно честно прошла и победила, вышла на фестиваль нашествия, ой, нашествия рок-ополчения. Ну, значит, жюри сработало грамотно и верно, это правильно. А, кстати, давайте о суде кто поговорим, кто судит. И такая, ну, вкусовщину здесь, конечно, никто не менял. В прошлом году у нас было общественное голосование. А, общественное, то есть зал, зал, ну это же... Онлайн голосование. Или кто победил просто по количеству, да, ну как-то, да? А жюри, профессионального жюри нету? В этом году планируем. В этом году, да, все-таки без профессионального жюри нету. Будем, будем. Пока не будем раскрывать кто. Будет несколько видов. Чтобы не было давления. Будет несколько видов голосования, скажем так. То есть и будет профессиональное жюри, и будет общественное тоже. Но не совсем общественное то, какое было, а другое общественное, которое будет. А, кстати, вход будет бесплатный? Бесплатный. Если кто захочет заплатить, мы абсолютно будем не против. Противиться не будете. Абсолютно. Так вход бесплатный, конечно. То есть это приобщение. Вот вы говорите, вот тут столько-то команд, здесь столько-то команд. Я думала, господи, сколько вот в нашу бытность это было? Это было всего, это было не попасть буквально на подобного рода фестиваль. По-вашему, рок-н-ролл, он жив, да, вот, перефразируя известного музыканта? Он мутирует. Он мутирует, он жив. Он мутирует, это как? Это не жив, не мертв, как? Я вот лично, я для себя сейчас вижу открытие, то есть какие-то новые формации, даже несколько новых звучаний есть в музыке. Есть, которые морально устаревшие, то есть вот такие же, тот же рок-н-ролл, морально устаревшие, не перешедшие в ранг ретро, да, там, жанр. А вот именно мейнстримовый какой-то, ну, в общем, одинаковый, всеформатный. Все-таки, нет, он существует, он существует. Музыка существует, музыку слушают, люди пишут новую музыку, собирают новую аудиторию. Творчество есть. Сейчас вообще есть возможность, в принципе, сказать какое-то супер свое слово в рок-н-ролле? Всегда есть. Нет, всегда есть, конечно. И имею в виду, и не только музыка, возможно, и поэзия, ведь была же высокая, поэзия взятая тоже большая. Конечно, так мы почему и на авторский материал ориентируемся, чтобы людям было о чем сказать, что сказать. И как это сказать? Предпочтение русскоязычным авторским текстам. Русскоязычным. Да. Мы делаем здесь акцент. Да. Ну, то есть, те команды, которые говорят там на русском языке, пожалуйста, вы можете на русском. Если кто-то заявится на каком-то другом, хоть на татарском, да, то есть, пожалуйста. Ну, рок-ополчение принимает, сразу же говорю, рок-ополчение фестиваль проходит на русском языке, значит, победитель однозначно будет тот, кто... Опять же, они же могут перевести свои тексты и исполнить. Да, конечно же, да. А, кстати, некоторые говорят, ну, вот какая перспектива, вот, хотя вот для меня, например, рок-н-ролл, то, что вот я уже довольно-таки в зрелом возрасте увлеклась, и все равно это давал толчок к чтению определенных книг, к просмотру определенных фильмов. Это общее развитие, которое толкает вперед. Да, абсолютно. Вот, если некоторые, может быть, я слышала, да что это такое-то отстой? Ну, бывает такое бывает. Ну, понятно, да, то есть... Что это падение вниз? Я, например, с этим никогда не соглашусь. Как всегда, у нас новая музыкальная... Ну, для кого-то и Моцарт был, извините, авангардом в свое время. Я думаю, симфонию Петховена тоже не сразу расстреляю, что называется. Ну, да, а сейчас уже рок это даже, ну, такое явление, которое, мне кажется, в нашей жизни занимает достойное место просто. Просто достойное место одной из проявлений культуры и искусства. Никто же не говорит, например, что там queen это отстой. Сейчас, сейчас, не говорят, а может быть уначально. Я уж не буду говорить о том, что давно учеными установлено, что люди с высоким коэффициентом интеллекта слушают классику, либо рок-музыку. И тяжелую. А то и другое. Я на одно утро начинала много-много лет, у меня, я сочетание проводила. У меня моя любимая гражданская борода, и следом шли сонаты Петховена, либо та же самая девятая симфония, без нее тоже жить не могла. А почему нет? Ну, как литературу, мы же говорим, читают разные книги. Конечно, конечно. Просто-напросто надо, вот вы молодцы, что вы сказали, вот именно нужно преподать, что является суррогатом, да, а что является истиной. Потому что здесь тоже учителя нужно. Да. Нужно в этом направлении тоже, что кому-то везти за руку. Отделять вот эти зерна от левел. Опять же, как происходит, да, там, многие группы начинают собираться, начинают сыгрываться, решать, там, понимать, вникать в какие-то технические моменты по подключению, там, музыкальных инструментов, еще чего-то. И чаще всего этот путь у группы занимает, там, ну, у кого-то три года, у кого-то пять лет. То есть это не за две репетиции. А поиск своего звука, извините. Поиск своего звука. Соответственно, вопрос, если есть наставник, если есть помощник, кто это может послушать со стороны, что-то подсказать, то вот этот вот временной период может гораздо сократиться на много. Ну, да, да, да. Это, я так понимаю, и в будущем, ну, как для каждого, возможно, из нас, это помимо другой специальности какой-то, это для души. Да, ну, это, да. Кто будет спрашивать, да? Ну, на этом зарабатывать сложно. Да, сложно, это единица. Еще я вот не могу не заметить, что, опять же, вот именно музыкальное сообщество сейчас подсдулось, но вот именно в этом плане, что фестиваль чем будет хорош, да, вот, и что я хотел отметить, что очень как-то современным языком прокачивает коммуникационные навыки. Навыки. То есть, потому что вот музыкальное сообщество, если раньше было, я просыпался дома, мне надо какую-то группу найти, у меня был вот такой вот блокнот, в никакой памяти телефона не было, еще плюс вот здесь вот номер в 200, я садился на домашний телефон и обзванивал. Кого чего, у кого там есть гитарист, сейчас у всех есть все доступности, пожалуйста, в соцсетях напиши. Но никто не может договориться. Кому нужен гитарист, кому нужен пианист. Найти не могут, звонят мне лично, говорят, Володя, у нас басист пропал, найди басист. Все есть, все открыто, все доступно, а договориться не могут. А вот это, кстати, современного поколения, это минус, я обратила внимание, не только вот в этой сфере. Они могут ходить рядом друг с другом, но никак не коммуницировать. Но не видеть друг друга и не знать, кто это такие, как в одном подъезде живешь и не знаешь, что. Раньше любой, любой концерт заканчивался просто космическим джемом, ползали все на свете, вот так вот концерт заканчивался, сейчас группа отыграла, ушла. Ничего себе у нас виноватся. И разбежались в разные стороны, причем группа разбежалась, сперва ушла из зала, потом они вот рассосались в разные стороны. Давайте возвращать на места свои. Уважаемые друзья, вы скажите, пожалуйста, в чем помощь сейчас нужна? До какого числа принимаются заявки? И в чем вам, как организаторам, может, что-то найдется, заинтересуется из наших, из рок-н-ролльщиков? Заявки принимаются до 1 апреля включительно. Так, адрес где найти, где прочитать про этот фестиваль? Основная страница у нас ВКонтакте. ВКонтакте, так называется Сахарок? Сахарок 2024. 20-24 Сахарок. Можно узнать как, да? Суммарный возраст, повторяем, 30, 30, хотелось бы рассказать, рублей. Если группа, допустим, группа из 4-х человек, одному 40, остальным по 20, то, в принципе, среднеархитические 30. Все срабатывает, да. Или, опять же, есть момент, если группа все-таки основывалась на каких-то подкладах, да, у них есть эти подклады, но в соответствии с правилами проведения мероприятия они не могут их использовать, они могут привлечь сенсионных музыкантов, возраст которых не будет. Которые бы сыграли, это же самое, только вживую. Может быть, у них саксофон записан на клавишах, но мы привлекаем живого саксофониста, какого-нибудь дядю Васю, которому 65, но он является просто музыкантом-исполнителем. То есть его возраст не участвует. Отлично. Алексей, все ли готово в плане аппаратуры? Ну, как показал первый фестиваль, есть к чему стремиться, есть что улучшить. Мы, конечно, провели на достаточно высоком музыкальном уровне, нам арт-чердак, пространство помогли в этом плане. Владимир организовал нам и звук, и свет мы в этом году немножечко сами тоже обновили. Конечно, ничего не бывает совершенного. Если найдутся люди, которые скажут, а вот мы хотим помочь, вы всегда рады, да, такому сотрудничеству? Мы всегда рады. Абсолютно любой помощи. У нас, например, если что касается призов, в прошлом году мы сотрудничали с музыкальным магазином. Вот, великолепные призы. Да, причем Тверской музыкальный магазин. Тверской музыкальный магазин нам совершенно безвозмездно выделил призы, и мы очень довольны этим сотрудничеством. Может быть, даже в этом году получится, не имею, по аппаратуре посмотрим, не знаю. Мы рады любой помощи в том плане, что есть какие-то, ну, например, вещи, которые мы в прошлом году спонсировали сами. Вот. Если это будет финансовая помощь или это будет не финансовая помощь, любая. Мы рассматриваем вообще любые предложения, скажем так, от нуля и выше. Уважаемые друзья, Шкафсу показал, вообще фестиваль наш показывает, а талантливых ребят у нас на Тверской земле много? Полно. Полно. Есть. Но очень много вот именно единичных моментов, потому что они перестали коллаборационировать. Именно общения, взаимодействия, вот этого не хватает, для чего в существенности этот фестиваль такой? И немножко они как-то отстраненно существуют в социуме, и вот это мешает им, то есть вот я записал что-то, я выложил там на какие-то, в какие-то соцсети, я чуть-чуть попродвигался, и все. Ну, вроде и достаточно. А нет вот ощущения, что люди горят творчеством и хотят это творчество кому-то предоставить. Искать талантливых людей, выводить их на сцены. То есть у нас как бы есть, ну, я лично для себя сделал вывод, что да, вот наш фестиваль является фестивалем шанса. То есть шансом найти себе подобных, шансом выступить на сцене, шансом зацепиться где-то вот с кем-то, познакомиться, там, ну, презентовать себя. То есть фестиваль шанса. Или понять, что надо чем-то другим заниматься. Да, что это не мое. Спасибо вам огромное, великое дело делайте, ребятки. Я надеюсь, что, может быть, мы перед фестивалем еще встретимся. Время подошло к концу. Приглашайте мы, да, да, да. И приглашаем наших уважаемых талантливых молодых людей для участия в фестивале Сахар-рок. Всех приглашаем. 1 июня. И музыкантов, и зрителей приглашаем. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Рок-н-ролл жив! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова